При большой нагрузке на переправу возможно потребуется замена дорожного покрытия, что повлечет за собой снижение пропускной способности. Скажите, каким образцом будет решаться вопрос о пропускной способности в периоде возможного ремонта? Спасибо большое. Во-первых, хочу сказать, что сегодня Росавтозор реализует комплекс мер для того, чтобы довести межремонтные сроки автомобильных дорог до 12 лет, чтобы с 12 лет мы к дороге не прикасались. Безусловно, здесь большое значение имеет интенсивность движения, потому что, например, Москва, Кутузовский проспект, все спрашивают, почему каждый год нам перекладывается асфальт. Это не целиком вся проезжая часть, а слои износа, так называемые, это 3 сантиметра верхнего слоя. Там интенсивность движения под 100 тысяч автомобилей в сутки, ни одна дорога в мире, ну, немного дорог в мире имеет такую интенсивность. Поэтому, естественно, физико-механическим способом происходит разрушение верхнего слоя. Однако, нижние слои дороги невозможно дольше. Если говорить о мостовом переходе, я еще раз говорю, это четырехполосное движение автомобиля, поэтому в случае необходимости произведения планового ремонта или непланового ремонта, будет предусмотрена реверсивная схема движения с перекрытием одной из полос. Безусловно, эти работы будут проводиться, если они рекламентны, в период, когда наименьшая интенсивность движения, или в ночное время, или в зависимости от сезона времени. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Добрый день. Шаширина Александровна. Институт пустотических конкурсов. Вопрос следующий. Сейчас мы поговорим про импортозамещение. Хотелось бы уточнить о таком зонопроекте. В каком соотношении будет применяться как отечественные материалы, так, возможно, и зарубежные? Спасибо большое. Да, действительно, вопрос стоит острый, и не только в качестве импортозамещения. Это не основная цель. Сегодня я напоминаю, что курс воюй достаточно высокий, поэтому, когда мы проходили экспертизу и приходили к предельной стоимости моста, мы должны были рассчитывать на стоимость материалов перспективы до окончания стройки до конца 18-го до 19-го года. Поэтому в проекте предусмотрено максимальное использование отечественных комплектующих материалов. Безусловно, инертные материалы – песок, камень, щебень – это отечественное производство, отечественные поставщики. Металоконструкция – это производство российское, причем задействована фактически вся страна. Омск, Челябинск, Липецк, Новолипецкий комбинат, Тюмень. Я сам был на производстве, где делаю зубалки для рабочего моста номер один. Есть отдельные виды продукции, которые на сегодняшний день не так широко производятся в Российской Федерации. Но мы знаем, что открывается в том числе в Санкт-Петербурге завод по производству деформационных швов, которые в дальнейшем будут использованы при сооружении моста. Очень маленький процент импульсных материалов. Проект именно предусматривал максимально использование отечественных. Спасибо. Матвеев Петров, Владимир Владимирович. Мой вопрос связан с предыдущими двумя вопросами. Сейчас уже вышел и с сентября начнет действовать новый ГОСТ на дорожные длины. Вот как открытый ГОСТ 33-1-33. Значит, сейчас в интернете очень много пишут о том, что нефтяные компании сопротивляются внедрением этого ГОСТа. И запроектированный вид, вот эта вот поверхность ГОСТа, используемого этого нового ГОСТа, и где не можно будет взять в Краснодарском крае, если вы так вот предводительные. Спасибо большое. Да, действительно, на прошлой неделе после принятия ГОСТа развернулась широкая дискуссия на этот счет. Мы официально свой ответ предоставляли. К слову сказать, что сайт Росавтодора, признан уже третий год подряд, среди федеральных органов исполнительной власти, занимает первое место среди всех воинов в части открытости и широты представленной информации. Также Росавтодор широко представлен во всех соцсетях. Молодые люди, кто использует Фейсбук, Инстаграм, ВКонтакте, хоть там есть у нас больше 100 тысяч подписчиков, поэтому приглашаю вас тоже следить за нашей жизнью. Если говорить про ГОСТ, битум для дорожников в последнее время был достаточно проблемным материалом, потому что нефтяные компании, которые его производят, относятся к нему как к отходу. Для нас это продукт, причем продукт, имеющий наибольшую удельную стоимость в асфальтобетоне. Инертные материалы существенно дешевле. Поэтому срок эксплуатации асфальтобетона напрямую зависит от качества битума. В этом году, Галентин Олегович, напомните, в Питере мы проводим по битуму конференцию. Третий год подряд, буквально в апреле, состоялась ежегодная конференция, где мы объясняем нефтянникам, дорожникам, объясняют, какой битум нам нужен, по каких объемах, для того, чтобы они четко предоставляли гарантированный сбыт своего продукта. Сегодня бюджет Росавтодора в 2016 год составляет больше триллиона рублей, 553 миллиарда рублей. И когда нефтяники видят перспективу сбыта своей продукции, безусловно, они могут легче принимать решения в инвестировании собственных средств, в реконструкции своего производства. И сегодня такую работу ведет и «Газпромнефть», и «Лукойл». Если говорить о проблематике внедрения нового ГОСТа, все, что проектировалось до сегодняшнего момента, оно проектировалось с учетом ГОСТа предыдущего. Поэтому те объекты, которые будут проектироваться сейчас, они будут уже с использованием нового ГОСТа. Но по новому ГОСТу уже в достаточном объеме на сегодняшний день ваш нефть, например, производят не тут. Мы не видим проблемы с тем, чтобы у нас была нехватка битвов в Краснодарске. Спасибо. Спасибо. Честно говоря, наш лимит по времени вопросов исчерпан, но, может быть, один вопрос зала, один остался у меня письменный. Ну, давайте еще один вопрос, будем заканчивать. Здравствуйте. Я студент 4-го курса «Ахоменко» Дмитрий. Азовское море является зоной общего судоходства. Получено ли, нужно ли повышать разрешения от других государств для стыкастов данного места? Спасибо. Да, действительно, и в инженерной точке зрения наличие судоходного канала обуславливает принятие сложных инженерных решений. Однако, не секрет, что Азовское море не глубокое, а судоходный канал, о котором мы говорим, имеет небольшие глубины. Это глубина 7-8 метров. Исходя из расчета таких глубин, можно иметь представление, четкое представление о судах, которые проходят в Азовском море. Поэтому запроектированное расстояние между промкой воды и нижней балкой моста в 35 метров. Выше, с надстройками, суда там не входят фактически. Безусловно, к этому каналу не входят и будут ходить сюда и в российский борт. Но согласования по международному праву с иностранными государствами в этой части нету. Спасибо. Спасибо. Тут ряд вопросов в письменном виде поступило. Но, в принципе, я их озвучу, но Роман Владимирович уже на них отвечал. Тут ряд вопросов, связанных с тем, что на Западе дороги как минимум живут 10 лет, а у нас они живут 2-3 года. Ну, если хотите, можете прокомментировать, но вы уже ответили и после этого завершали. Ну, тема важная, потому что меня назначили на должность руководителя Федерального дорожного агентства в ноябре 2012 года. Скажу честно, я не дорожник. Закончив военмир, это были 90-е годы, к сожалению, тогда оборонка не смогла и не могла принять столько выпускников известнейшего, самого лучшего вуза в стране, как я считаю. Поэтому мы были вымуждены, как многие другие, искать другие способы зарабатывания денег, элементарно на талоны покупали с продуктов. Кто помнит это время, знали. Поэтому пришлось пойти в бизнес. С друзьями занимался в том числе и стройкой. Потом, уже в 2005 году, когда в Петербурге, вы, наверное, помните, губернатором была Валентина Ивановна Матвиенко, активно приглашались инвесторы в нашу страну, и одним из первых пришел концерн «Тойота». И меня пригласили сопровождать со стороны Смольного эту стройку. То есть, фактически, «Тойота», «Ниссан», «Кюндай», «Магна», «Завод», «Западный скоростной диаметр», «Аэропорт Пулкова» реконструкция, «Намывные территории», «Морской фасад», «Высшая школа менеджмента» в Петербурге. Это те объекты, которые реализовывали мы. Комитет по инвестициям и стратегическим проектам. И тогда, конечно, я автомобильными дорогами глубоко не занимался, хотя подъездные дороги, крышица дорожная сеть мы строили. И, как и у многих, наверное, сидящих сегодня здесь в зале, у меня было стойкое ощущение, что что-то нечисто за дорожным. Столько много денег, мы постоянно попадаем в яму, в хабы на дорогу. Поэтому после того, как меня назначили, первым делом я, конечно, анализировал ситуацию, как на самом деле. И, безусловно, когда погружаешься, у нас, как говорят, все разбираются в футболе и в дорогах. И когда более детально занимаешься вопросом, понимаешь, насколько глубоко лежат проблемы. И еще раз я подчеркивал, что есть федеральные дороги, есть региональные дороги. Это очень большая разница. В том числе и в технологиях, в уровне финансирования в том числе. Все те негативные мнения, которые есть у нас с вами, как убыватели, дорожники, они имеют основу. Совершенно понятно. У нас долгие годы было недофинансировано. Думайтесь в то, что я сейчас скажу. Только в 2014 году Федеральное дорожное агентство получило 100% от того, что требуется для содержания существующей сети. Сегодня, в 2015 году, по данным, региональные дороги получают от необходимого 14%, 13,8%. О каком состоянии дорожной сети можно говорить, если финансирование на таком уровне. Безусловно, есть вопросы эффективности использования даже этих средств, о которых мы говорили. Поэтому Федеральное дорожное агентство использует самые новые технологии, которые позволяют за наименьшие деньги строить дороги. Например, уже два года подряд широко используется технология стабилизации грунта, которая позволяет экономить до 20-30% в некоторых случаях на инертных материалах при строительстве дорог, а прочность дорожного основания может достигать 12, 15 и даже 20 лет. И сегодня по этой технологии у нас строятся дороги и в Калининграде, и в центре России. Дорога Колыма Федеральная и Кост Магадан. Подход к Благовещенску и многие другие объекты. Мы внедряем уже третий год технологию СуперПейв, которая была разработана в Соединенных Штатах, которая разрабатывалась 20 лет. Мы за три года уже имеем опытные участки автомобильных дорог. У нас четыре в стране сертифицированные лаборатории, которые позволяют создавать смеси на основе этой технологии. Технология рассчитана на снижение колеообразования, на снижение потребления битума при производстве асфальтобетона и увеличение срока службы дороги. Поэтому сегодня, говоря о том, что дорога живет 2-3 года, нужно внимательно смотреть, по какой технологии она ремонтировалась. Был ли это ямочный ремонт или это была капитальная реконструкция. За какие деньги это делается. И мы очень рассчитываем на помощь ваших. И все предложения, все замечания я лично рассматриваю, в том числе, вот об аккаунтах, в соцсетях, которые я вам назвал. Спасибо. Уважаемые коллеги, наш лимит времени закончился, поэтому мы поняли, что жилье в дороге это сложная консорная система. Спасибо, Томан Владимирович, вам за лекцию, за твою... Спасибо, вы за сложные вопросы. Воинер, лучше всем! Уважаемые журналисты, которые здесь присутствуют...